Привет! Надеюсь, меня слышно. Сейчас мы... Сегодня, вернее, мы решили поехать в корейскую фронтёрную дирекцию. Поэтому нам нужно поехать до станции метро Хардан. Нам сесть на автобус примерно ещё минут 40-45 ехать на автобусе. В принципе, сейчас ещё одна остановка на следующем выходе. На улице сегодня... Вчера было прохладно, сегодня жарко. Причём очень жарко. На осень. Хорошо, что там, насколько я знаю, у меня один раз уже был. Всё скрыто деревьями, по крайней мере, нет палящего солнца. Включу. Понятная сгущенка. На остановке... На станции метро Хардан. Ну, станция... Практически не отличается, наверное, от остальных. Вот. Да, как обычно, кругом куча-куча всяких экранов. Куча-куча всяких реклам. Чё только не рекламируют. Вот. А нам сейчас надо наверх. Так. Три-четыре. Ну, пойдём на реку. Там не меняется. Это даже станция метро. Это, если честно, небольшой магазин. Причём, даже здесь вроде, где метро должны быть чуть дешевле, здесь они всё равно чуть дороже. А Камнам. Один из самых дорогих районов. Ну, мы на Камнаме. Но очень жарко. Хорошо ветер дует. Поэтому, кажется, не настолько жарко. Вот. Но тяжело немножко. Камнам — это Камнам. Здоровые высотки. Офисные кругом здания. Дорогие магазины. Русские туристы. Примерно как-то так. Сейчас нам надо будет перейти на центральную платформу автобусную. Сесть на автобус. И уже, как говорится, пилить туда, куда оно надо. Чё, всё? Давай сюда. Ветерок дует тем более. Сейчас мы ждём свой автобус. Что-то долго нет его где-то. Он здесь ходит? Нет, он здесь ходит. Вот. Мы залезли в автобус. Десяти минут. Вот. Ну, не так много ждать приходится. Между автобусом — это именно этими. А что-то примерно... Десяти минут, что ли, разница. То есть, ну, пришли практически сразу все. Вот. Ой, на улице сегодня реально жарко. Ну, в принципе, это Корея. Нормальная погода для Кореи. Но, как было ранее, хорошо ветерок. А что-то динекционеры в автобусах очень сильно выключают. Как супер. Сейчас нам минут 40 квадратим ещё. Поехали. Ветерок не направится. Можно, конечно, маленько вам показать, чтобы это делается. Вот. Карты Temani советую использовать. То есть, купить можно на любой станции метро. Хотя нет. Наверное, в магазинах на метро станции, где имеются. Вот. Также можно купить 7-11. 25 часов, как они здесь называются, быстро отслеживание магазина. То есть, везде карточки есть удобно. Но можно там же их пополнить и уже пользоваться. Оплачивать проезд в автобусе, в метро. Вот. Думаю, те, кто здесь был, уже знают. А те, кто не был, как бы вот совет такой дам. То есть, стоит она порядка 3 тысяч вон. Вот. Ну, а потом, сколько вы туда забросите. То есть, проезды разные оплаты. Хотя, могу сказать, что оплата, по-моему, за метро поменялась. Вот. Раньше она была немножко другой. Вот. Сейчас, вот, как только захочешь, прикладываешь в турнике эту карту, вот, он сразу же какую-то сумму прям сразу списывает. Причем одинаковую. А потом уже в зависимости от проезда, то есть, как далеко уехал, снимает еще. Вот. Раньше было не так. Раньше он снимал полностью сумму именно, когда вы приехали. Вот. Ладно, вот. Мяу. Мяу. СМЕУ. 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 А ты чего? Пацан. А? Касы убили, от Кири-Кири. А, Кири-Кири-Кири, ну... Автобусы прямо вот вереницей, линейкой. Сейчас что-то вроде небольшой пробки образовалось. Вот, поэтому практически стоим на месте. Хотя нет, уже поехали. Ехать будем, получается, по трассе федеральной, как я понял. Вот, ну, по трассе идёт очень быстро. Причём автобусы, у них отдельная своя полоса. Вот, то есть они, причём не как у нас обычно, на крайний правый, а здесь крайний левый. То есть они выходят на свою полосу, и по ней только автобусы шныряют. Стоим на месте, как обычно. Ну, мы наконец-то из пробки выбрали, выбрались. Действительно, что-то было трасса прям очень сильно забито, но мы ездили. Вот, сейчас ездим по трассе по самой. То есть можно, в принципе, его показать. Как вы видите, как же шли рулить сидит? Да. Оно просто катит. Как я говорил, уже ехать нам порядка сорока минут. Вот. То есть мы долго простояли в пробке. Единственный минус. Сейчас можно немножко вздремнуть. Будем проезжать через маленькие деревушки. Тут, кстати, в связи с тем, что территория Кореи, я думаю, не очень большая. Поэтому всевозможные деревни, поселения, маленькие города, то есть идут вдоль дорог. Прямо практически без остановки. Вот кругом дома, дома, дома. Как бы заканчивается одна, тут сразу практически появляется другая. Такая же система примерно и в Японии. То есть вообще в странах, где маленькая территория. Вот. Ну, мы и на месте, собственно. Так. Надо бегом перебегать, наверное. А уже не успеем. Не успеем, не успеем. Вот. Приехали. Аккуратно. Аккуратно. Ну, вот, собственно, мы на месте. Нужно будет перейти через дорогу. И там будет как раз корейская национальная деревня. На улице. На улице еще жарче. То есть уже сейчас полдень на дворе. Прям, ну, очень жарко. Поэтому что-нибудь, я не знаю, на голову надо желательно. И веер обязательно, чтобы обмакиваться. Мы все ближе и ближе. То есть вылезли, перешли. Зашли, воды взяли. Вот. Сейчас здесь забегалки небольшие есть. Вот. Кстати, вот в этой вот вот надо будет, может, на обратном пути зайти пообедать. Здесь неплохой сангетан делают. Вот. Ой, ну жара. Прям, прям очень жарко. Намбок. Ирина, еще будешь круассан? Бери. А это мотор? Ага. Чего ты? А? Мы теперь на территории деревни. Вот здесь, как вы знаете, по деревню хорошо прохладненько. Вот. Сейчас буду снимать. Ну, что попадется. Вот. Кто-то, может быть, здесь был, уже видел, что тут и как. А так, как говорится, начинается с самого простого. Здесь уже в начале находятся, значит, всевозможные магазинчики, всевозможные закусочные. Вот. А дальше туда уже непосредственно именно вот сама деревня. То есть здесь какие-то горшки стоят. Вот. В них обычно либо соевый соус хранят, готовят. Либо кимчи также пакуют. Вот. Обычно горшки закапываются под землю на определенную глубину. в том, что как в холодильнике хранилось, квасилось. Вот. По сути дела, кимчи, что это такое? Квашеная капуста со специями. Кругом цикады трещат, жара стоит. Да. Да. Вроде я же первого стала. Да? Ну, молодец. Есть всевозможные магазинчики. Мы на входе мороженым запаслись. Здесь мороженое вкусное, но зараза тает быстро. Прямо свечет. Ну, так. Так. А здесь у нас, получается, камни вокруг веревочки. И на них завязывают с желаниями, пишут бумажки на листочке. Привязывают туда. Здесь, как обычно, там можно сфотографироваться. Фотошоп в традиционных костюмах. Ну, а здесь, как обычно, всякую ерунду продают. Сувенирчики. А? Ну, мы уже сошли непосредственно на территорию. Вот. Здесь уже начинаются прям старенькие дома с соломенными крышами. Вот. Всевозможные, как говорится, утварь, горшки кругом. Там дальше пройдем, там кузня будет. Вот. Молотком, конечно, наверное, не дадут помахать. Но, тем не менее, можно посмотреть, как она выглядела. Денис! Да? Пойдем лучше с этой стороны зайдем. Пойдем. Пойдем. Так. Здесь всевозможные таблички, что здесь снималась куча драм. Кто снимался, в каких драмах снимались. В прошлый раз, когда я здесь был, мы попали в дождь. Здесь вот эта дорога была. Ну, сами понимаете. То есть, песчаник. Мокрый-мокрый, сырой-сырой. Каша под ногами. Как бы стекать не успевала. Потому что ливни здесь просто-просто офигенные. Ну, корейка где-то засверкала. Видео буду постепенно включать-выключать, потому что иначе на все не хватит. Потому что деревня не маленькая получается. Ну, а здесь показаны всевозможные, в принципе, орудия труда, инструменты, которыми землю обрабатывали. Ну, это там водяная, по идее, имеется. Тележка. А, вон кузня. А здесь еще что-то. Изделия серебра, походу. Это трубки для курения. Такое мы точно. Видишь, тут из серебра сделано трубки для курения. Прочие штуки, штуковины. Ну, типа мы штуки. Вот здесь, кстати, вот эти кузни. Слушай. Здесь вот эти вот новые, вот это вот новое здание. Его не было в последний раз, когда я здесь был. Построили не так давно. А вот эта кузня уже старая. А? Да я не знаю. Знака, значка я не видел, по крайней мере. Вот здесь и кузнец даже есть. Оно там капает с этого, ну, как с родничка. Ну, попробуй. Теханган. 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 И взять тоже, молотом помахать. да они в принципе здесь и содержит эту деревню живут здесь это вот эта вода руки мыть можно но пить нельзя что там мало ли откуда нативать а вот здесь вот я помню вот в первый раз когда я приезжал ну вот-вот попробовали ткать вот на этом станке из соломы то есть вот циновки старые они как тут называется кальки я не думаю здесь обычно все на без не хотят так как она как наследие является туда должно быть ну да а просто просовываешь между нитками и этой штукой опускаешь туда прибиваешь вот в прошлый раз нас дяденька добрый от жестче старый посадил горит попробовать в прошлый раз вот на этой дороге когда здесь был нет это было позапрошлый раз здесь снимали драму аран и магистрат как раз вот на той развилке сидела съемочная группа вот а я обходил с той стороны сбоку потому что здесь вот эта улица была занята он здесь на лошади скакал один из как говорится момента фильма вот и там как раз я выжил вернее стоял смотрел вот чуть чуть не сбил молодой особо повернулся когда да полно это знаешь как ткацки эти когда делали красили полотна до важно салфетки доставай он одессе старый тоже когда так вот соку это это сладости сделанные из традиционные они даже не сладости их сладкими то не назовешь сделаны из муки нарезают ножницами эти тут здесь сметит домик старым стиле в принципе видите глиняные каменные стены замазаны соломиная крыша вот причем солома плотным плотным тугим слоем чтобы не просачивалась вода обвязываем это за еще на табак похоже да это есть табак тамбе тамбе такой штуки у нас тоже cotton plants а это этот хлопок но помню смогла мог могла да могла да зачем много он кстати полотна сушится тоже они сами тут во многих случаях ткут а да подождем давай быстрее дома различаются смотреть этот более богатый получается дом тот более бедный то что здесь как как фундамент основания отличается визуально даже дома а это у нас чуть на самом деле а ну понятно это туалет кстати реструм вот он если надо а не знаю слушай надо посмотреть может быть это вообще актер какой-нибудь да они прекрасно знают что болельщики поклонники еще ладно говорит фаны болельщики вот 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 там вот я стоял здесь два этих мостика получается через речку и вот там и очень локтем не пихану куда здесь с этой стороны нет слушай здесь нет вот вот туда надо идти а там как пруд как водоем и на него лучше смотреть с моста давай здесь вот обойдем туда как на мост выйдем и там как раз панорама будет хорошая а ты чё крутишься и